Вообще, я сегодня решил сделать себе такой небольшой пивной праздник. Достал бутылочку домашнего пива, разложил вот такую вот великолепную рыбку. Но перед тем, как приступить к этому празднику, я решил ответить на вопросы зрителей по поводу пивоварения. Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самогон Саныч. Итак, мой праздник состоит, как я сказал, из домашнего пива. И вот этой вот потрясающей рыбке астраханской воглы и толстолобика холодного копчения. Ссылочку, где взял, я оставлю в описании. Проходите, посмотрите и устраивайте свой праздник. Но перед тем, как начать дегустировать домашнее пивко, я решил ответить на вопросы зрителей, которые касаются пивоварения. Поэтому, в первую очередь, значит, начинаем рабочую часть данного сабантуя. Во-первых, вопрос, который мне никто не задавал, но я на него просто хочу ответить. А вопрос стоит в том, почему я перестал покупать пиво в магазинах. Дело в следующем. Я недавно начал заниматься пивоварением. У меня, конечно, нет опыта такого, как у пивоваров со стажем. По сути, прошел только год, как я начал заниматься этим интереснейшим и вкуснейшим хобби. И знаете, какой вывод, уважаемые зрители, я сделал? Я вот делал свое пиво, все было у меня хорошо. Да, разный вкус. Бывает, что вкуснее, бывает нет. Но самое главное, что как-то у меня пива не было, я тут взял в магазине. И знаете, что я понял? Что когда я выпиваю буквально литровую бутылку пива вечером, на утро я встаю какой-то потерянный. То есть, я весь день хожу, то ли рассеянный, мозги не могут собраться, сонное какое-то состояние. Причем это не то состояние похмелья, допустим, которое знакомо многим нам, с вами, уважаемые зрители. Нет, это не то состояние. Это какое-то состояние внутренней потерянности, растерянности. И толку от меня, как от работника никакого и так далее. Пока я тут снова вечером не бухнусь, не просплю, не посплю еще ночь, я как бы не воодушевляюсь. И мне вот это вот, честно говоря, очень не понравилось. Я не знаю, что напихивают или еще делают это магазинное пиво. Причем я вот пил пиво и разливное обычное, да, и из банок. Эффект один и тот же. А вот когда я вечером делаю такой праздник с домашним пивом, я на утро, как огурец, в 6 часов утра встал, силеный, бодрый и готов работать. И мозги у меня крутятся, и все у меня хорошо. И вот именно по этой причине, уважаемые зрители, я перестал покупать магазинное пиво. Еще раз, я не буду говорить, какие марки, там еще что-то, потому что это мое личное мнение, это никакая не антиреклама, это я вот просто с вами делюсь с впечатлениями своего организма, которые остаются в нем от магазинного пива. И еще раз подчеркну, что от домашнего пива у меня такого не бывает. Конечно, я понимаю, что всегда вопрос еще в мере, в количестве и так далее. Ну, сразу могу сказать, что количество и в первом, и в втором случае у меня примерно одинаковое. Так что теперь мы перетекаем на вопросы о пивоварении. И первый даже не вопрос, это утверждение. То есть свое мнение выражает зритель с ником Денис Митусов. Кружка не самый хороший концентрат. Варите сразу из солода, а это все фигня. Значит, имеется в виду концентрат, своя кружка. Я делал из него пиво, ссылочка сейчас появится. Ну, вот человек утверждает, что это не пиво. Значит, я могу сказать, что у меня достаточно много комментариев насобиралось о концентрате, своя кружка отрицательных. Тем не менее, я могу сказать, что даже если из этого концентрата вы делаете, это пиво обладает и своим вкусом, и никаких вот таких вот утренних неприятных ощущений после него не бывает точно так же, как и из солода, из пива сваренного из солода. Поэтому у меня несколько более положительные впечатления об этом концентрате. К тому же, готовить из него достаточно просто. Это раз. И два, он не требует достаточно такого серьезного оборудования для пивоварения. Поэтому сделать такое пиво из концентрата доступно практически любому. Более того, я бы рекомендовал начинать именно с него. Если вам понравится сам процесс пивоварения, тогда можно уже закупать оборудование и делать уже более настоящее пиво, как говорят пивовары со стажем. Следующий вопрос Константин Васин задает. И вон, ответьте, пожалуйста, на вопрос. После дезинфекции, после того, как раствор этот слили, водой обычной промывали и сразу наливаете воды в емкость? Или сразу наливаете воды в емкость? Ну, не совсем я понял. Значит, могу сказать так, что когда я дезинфицирую бак, я его дезинфицирую, значит, хлорными таблетками. После того, как хлорный раствор я слил, я прополаскиваю обычной проточной холодной водой. И все. Вот после этого бак, я считаю, готов уже к заливу солода. При этом могу сказать, что делал я это много раз в течение этого года. И, в общем-то, каждый раз у меня получалось пиво, ничего не кислило, если вы, Константин, имеете вот этот вот нюанс. Следующий вопрос от зрителя под ником Алексей Гриленко. Алексей Гриленко очень мелко написал себе. Ну, ладно. Здравствуйте. Душевное видео. Просьба подсказать, каким образом карбонизацию пива проводили. Заранее благодарю. Значит, Алексей, я за время своего обучения пивоварению проводил много карбонизаций. Ссылочка на различные способы, как ее сделать, появится сейчас на экране. Остановился я на двух. Первое, это я делаю праймером. То есть я после того, как у меня солод полностью на плите уже созрел для переливания в бродильную емкость, я отливаю часть солода, ставлю в погреб вот такие же бутылки, и он у меня хранится в качестве праймера для последующей карбонизации. Пиво, когда оно созреет. Либо декстрозой. Значит, сразу скажу, что мне, честно говоря, как бы там ни говорили, понравилось больше декстрозой карбонизировать пиво, хотя вот пивовары со стажем говорят, что это уже не пиво, поскольку вот я добавил туда, значит, инородное тело, поскольку пиво, как известно, это только хмель, солод и вода. А здесь тут какая-то декстроза. Я не буду спорить со знающими пивоварами, к тому же у меня и не хватает, прямо скажем, знаний для таких споров. Тем не менее, вот мое мнение такое. Декстроза дает больше пены, и пиво, которое я карбонизирую декстрозой, мне больше нравится. Многие говорят, что это тоже ерунда, поскольку надо карбонизировать пиво насильно, газом и так далее. Но у каждого свое мнение. Вот я еще раз говорю, мне понравилось и праймером из солода, и декстрозой, причем декстрозой понравилось карбонизировать больше. Следующий вопрос от Владимира Карлова. Удачи вам, Саныч, в этом благородном деле. Действует ли промокод на пивоварню на этот год? Ну, я понимаю так, что на 2020 год. Значит, еще раз напоминаю, уважаемые зрители, что промокод самогон, пишется он заглавными латинскими буквами, в русской дымке, в интернет-магазине «Русская дымка» действует в течение всего 2020 года на все товары, которые там представлены, в том числе и на пивоварню. Идем далее. Следующий вопрос задает Денис Иванов. Подскажите, при какой температуре происходило брожение? Значит, Денис, я не помню, какому ролику вы оставили этот комментарий, могу сказать одно. Значит, брожение всегда зависит от тех дрожжей, которые используются. Я не буду рассказывать сегодня о дрожжах верхнего брожения, нижнего брожения и так далее. Смысл заключается в том, что на упаковке дрожжей написана их комфортная температура брожения. Ваша задача именно обеспечить им эту температуру. У разных дрожжей она разная. В общих чертах могу сказать так, что пивные дрожжи, они бродят при температуре гораздо меньше, чем спиртовые дрожжи. Как правило, эта температура составляет для некоторых 10-12 градусов, для каких-то 18-20 градусов. Но здесь можно обойтись абсолютно спокойно, без всякой батареи, аквариумного нагревателя и так далее. То есть, комнатной температуры будет вполне достаточно. Но если 10 градусов, то вообще можно в пугли поставить, и все у вас будет хорошо. Самое главное, чтобы вы прочитали инструкцию, находящуюся на упаковке дрожжей. Зритель под ником PastorTroll. Извините, опять латиница, у меня с этим проблемы. Так что, извините, уважаемые зрители, если ваш ник я назвал не совсем правильно. Добрый день, пишет он. Готовил из ячменного солодового экстракта своя кружка. Сахар использую вообще. Сахар не использовал вообще, так как добавлял только декстрозу. После настоя пиво имеет немного бражечный запах. А вот вкус нормальный. Не сталкивались с таким? Ну, не сталкивался. Знаете, вот я, наверное, 4 или 6 концентратов сделал в своей кружке. Еще раз могу сказать, что каждое пиво имело свой вкус. И никакого бражного привкуса или запаха я не почувствовал. Что бы там ни говорили. Вот говорю так, как у меня было. Так, следующий вопрос от зрителя. Фан Краш. Тоже опять латиница. Извините за мной и французский. Здравствуйте. Очень все ясно изложили. Подскажите один момент. После карбонизации в бутылке много дрожжей. Можно ли карбонизировать не в бутылках, а в одной большой емкости? Испортится ли пиво, если после карбонизации открыть эту емкость и разлить для хранения по бутылкам? Так сказать, убрать дрожжи. Надеюсь, понятно объяснил. Значит, вы-то объяснили все понятным. Ну, я так скажу. Мое мнение такое, что лучше пиво один раз разлить в бутылки, и пусть у вас здесь некий осадок скопится. Ничего страшного, я, честно говоря, в этом не вижу. Потому что, когда вы вскрываете пиво, ну, газ вырывается, и если вы еще переливаете, часть газа вы теряете и так далее. Но это мое мнение начинающего пивовара, сразу скажу. А вот ответил еще более, как бы, понятно, я так понимаю, пивовар со стажем под ником Евгений Бряков. Вот что он пишет. Можно, но нужно дорогое оборудование. ЦКТ, кеги пивные, кеги корнелиус. Все, что держит давление и систему розлива данного напитка. Ну, вот, вроде все понятно, да, что можно, но вот как-то дополнительное оборудование понадобится. Следующий вопрос от Владимира Христиченко. Добрый день, пиво стоит два дня на карбонизации, а бутылки стоят еще мягкие. Правильно ли это? Ну, не могу сказать, правильно ли это или нет. Пиво карбонизирует семь дней. На первый, второй день не всегда у меня тоже бутылки вздувались. Я могу сказать одно, что когда такое происходит, я ставлю их поближе просто к батарее. И тогда они буквально в течение суток уже раздуваются, становятся такими вот нормально надутыми. Их можно убирать в пол. Следующий вопрос Андрей Кульчихин задает. Саныч, а сколько время хранения готового пива? Не в курсе. Ну, я могу сказать так, что по инструкции пива, которое я готовил из солода, оно рекомендуется хранение до шести месяцев. Примерно та же цифра стоит и на пиве из экстракта, конкретно на упаковке с экстрактом, своя кружка. Так, следующий вопрос задает Анна Цветкова. Как добиться такого пенообразования? У меня не получается. Ну, вот я сказал, вы попробуйте использовать декстрозу. Я уже рассказывал, как делать карбонизацию. Во-вторых, пиво первые семь дней должно провести у вас в тепле. Только что вот ответил, что если, допустим, она не дувается за первые два дня, что нужно сделать? И, ну, что, семь дней, вот оно должно простоять в тепле. Не надо раньше его убирать, поскольку как раз в это время накапливается газ в пиве. И в заключении этого, в заключении вопроса, а это был последний вопрос, я сразу же зачитаю совет одного знающего пивовара, ник которого Денис Евпалов. И зачитываю я его в том числе и потому, что он отвечает на ваш вопрос, Анна Цветкова. Денис Евпалов пишет. А еще совет. Дензинфекцию делайте перекисью. Водой, если промыли после воды, спиртом 70% промойте. И если пиво не забродило в течение суток, можете выливать. И напоследок. Не держите пиво более 7 суток на брожении. Вот на этом совете знающего пивовара я и закончу ответы на вопросы. А меня ожидает, как я говорил, пивной стол. На сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей!